Здравствуйте! Меня зовут Андрей Лобанов. В эфире специальный выпуск новостей, посвященный главному празднику страны, 9 мая, Дню Победы. Поздравляю всех наших телезрителей и ветеранов с праздником! А теперь обо всем подробнее. Видеозвонок главы городского округа Люберцы, подарки от губернатора Московской области и праздничный концерт у дома. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мишиненков принял поздравление с 9 мая. Через месяц ему исполнится 98 лет. Фронтовик пообещал, что 80-летие Великой Победы он тоже встретит вместе с нами. Здравствуйте, Иван Михайлович! Мы вас с праздником пришли поздравить! Гостям Иван Михайлович всегда рад. Встречает их при полном параде. Китель с орденами надевают только по особенным случаям. А какой день для ветерана может быть важнее, чем 9 мая? Так я доволен вами. У меня слов нет. Как-то разбивается. Воевал на Первом Белорусском фронте. Был шофером пулеметной роты. Затем прошел специальную подготовку по стрельбе из миномета. Участвовал в операции «Багратион» и освобождении Польши. Иван Мишиненков дошел до Берлина. Там же встретил Победу. При взятии Берлина было тяжело. Самолеты их не летали. Победа у нас 9-го. А там мы уже кончились. Победа числа 28 апреля. Вот так вот. Но все равно наши солдаты гибли. Идем вперед, продвигаемся. Ну и по пути был кабинет Гитлера, Рейштаху. Иван Михайлович – один из 74 участников Великой Отечественной войны, проживающих в городском округе Люберцы. В рамках проекта «Звонок ветерану» он принял персональное поздравление от главы Владимира Ружицкого. Владимир Петрович, здравствуйте, милок. Спасибо вам за все. И прошлый год меня поздравили, присылали. И этот год, и сейчас нашли время. Иван Михайлович, у вас праздник. Вы у нас победитель, герой. Поэтому я вам благодарен, что именно вы нашли время. С Днем Победы. Здоровья вам. Спасибо за вашу жизнь, за ваш подвиг, Иван Михайлович. Мы вам благодарны. В любое время мы всегда будем рядом с вами, Иван Михайлович. И хорошего сегодня праздника вам, Иван Михайлович. Женем. Да, отлично. Отлично, Иван Михайлович. Спасибо, дорогие. Всего доброго. Еще один сюрприз ждал Ивана Михайловича во дворе его дома. Ветерана приехала поздравить агитбригада. В честь героя состоялся мини-концерт, на котором прозвучала знаменитая «Катюша» и главная песня «Символ Дня Победы». Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Порохом трава. Это праздник. С силеным мыском. Это радость со слезами на глазах. Символ Дня Победы. Символ Дня Победы. Символ Дня Победы. Молодцы. Каждый год ко мне ходят. Мне скоро ехать. Дух поднимают. С телекам. Спасибо. У Эйза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся флешмоб в честь Дня Победы. Организатор мероприятия «Российский союз молодежи». Подробнее в нашем сюжете. День Победы. Как он был от нас далек. Как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгоревшие в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Эта песня написана композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром Харитоновым в 1975 году. С тех пор без нее не обходится ни одно празднование Дня Победы. Сегодня под эту музыкальную композицию по всей стране проходят флешмобы. Один из них в Люберцах. Это все правильно. На крыну не такого великого праздника. Это для молодежи очень достойно. Молодежь должна знать и уметь. И все это воспринимать правильно. Я рада. Мое поколение рада. За нынешнюю молодежь. Для подготовки потребовалась всего одна репетиция, которая состоялась в музейно-выставочном комплексе. Именно там участники распределяли музыкальные партии и договаривались о последовательности исполнения. Все собрались, все сплотились, все поняли, что мы делаем одно большое дело для всех. Не было какого-то именно лидера. То есть мы все сплотились и все вместе придумали такую вот идею. Сейчас у нас ветеранов становится с каждым годом все меньше. Хочется их поддержать. Хочется, чтобы они видели, что мы помним. Мы помним, чтим и мы им благодарны за это. Мы должны понимать о том, что мир важнее всего. Флешмоб организован Российским союзом молодежи городского округа Люберцы. В нем приняло участие 35 человек. Акцию поддержали артисты Александр Чайко, Ольга Барабанова, Алексей Блинов. И скульптор Александр Рожников. Богдан Колесников, Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Из поселка Октябрьский в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 500 жителей. Вернулись около 70. Сегодня здесь проживает только один участник тех страшных событий – Петр Пуставар. В гостях у фронтовика побывали мои коллеги. Петр Пуставар работал трактористом в совхозе под Магнитогорском. Когда ему исполнилось 17 лет, пришел в военкомат с просьбой зачислить в Красную Армию. Но получил отказ. И вдруг выходит добровольческий уральский танковый корпус имени Сталина. И тут я сразу снова в районкомат. Значит, и меня забирают. В конце 1942 года новобранцев привезли в МИАС. Оттуда – эшелона в Подмосковье, на станцию Кубенко. Обеспечили военным снаряжением и на фронт. Дорога лежала через Нарофоминск, Малый Ярославец и Калугу. В Калугском направлении городка здесь меня первый раз ранило. Тяжелое брюшное ранение. После госпиталя снова на фронт. Попал в 307-ю стрелковую дивизию, которая вела бои на брянском направлении. С ней артиллерист-пустовар прошел всю войну. Освобождал Белоруссию, дошел до Кёнигсберга. Опять же я со своим орудием. Пехота воюет, и я вместе с ним. Она стреляет, и я стреляю. Она идет, и я иду. Понимаешь ты? И я получил благодарность от Сталина. В рамках всероссийской патриотической акции «Единая Россия» парад у дома ветерана под окнами фронтовика устроили праздник. Играл оркестр барабанщиков, звучали песни военных лет. Поздравил фронтовика глава округа Владимир Ружицкий. Сегодня вам здоровья, благополучия, спасибо, что вы с нами. И я вам искренне желаю провести вот эти праздничные дни в хорошем, прибудетном настроении. И я вас всех поздравляю с праздником. Патриотическая акция «Парад у дома ветерана» стала традиционной. По инициативе общественного движения «Юнармия» ее впервые провели два года назад. К ней уже присоединилась большая часть регионов России. Богдан Колесиков, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Депутат Государственной Думы России, член Генсовета партии «Единая Россия» Роман Терюшков навестил ветерана военного летчика СССР Владимира Ялина. В рамках партийной акции «Подарки ветерану» парламентарий поздравил фронтовика с Днем Победы. От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева вручил коллекционный жестовский сувенир от «Единой России» коробку здоровья. Владимир Ялин, будучи военным летчиком в годы войны, участвовал в бомбардировке вражеских объектов в Прибалтике, Белоруссии и Германии. Первый свой боевой вылет совершил в июне 1944 года. Сражался в небе над Ригой, Кёнигсбергом и Берлином. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Кёнигсберга и за взятие Берлина. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова